В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт учреждений образования. Один из объектов, который попал в государственную программу Московской области, детский сад номер 12 в поселке Октябрьский. Здание старой постройки нуждается в масштабной реконструкции. На месте работали мои коллеги. Детский сад номер 12 объединяет в себе две эпохи. Одна часть здания построена в 1938 году, другая уже в послевоенное время, в начале 60-х. Солидный возраст дошкольного учреждения видно невооруженным глазом. И в последнее время он, конечно, давал о себе знать. Старенький, конечно, в плачевном состоянии. Мы его поддерживали, как могли. Проводка старая, лампы не выдерживая, всю современную технику, потому что я старалась оснастить детский сад тем, что мультимедийные доски у нас были, комплексы. То есть для детей все старались. Вопросы были с отоплением. Очень теплый детский сад за счет того, что старые батареи. Но они старые. Сейчас в здании детского сада проводят капитальный ремонт. Воспитанников временно распределили по соседним учреждениям. Работы много. Предстоит заменить все. От инженерных коммуникаций до потолков и кровли. На сегодняшний день произведены первые этапы работы. Это демонтаж потолков, стен. Все демонтажные работы завершены. По ходу будут еще производиться дополнительные демонтажные работы. Потолочных перекрытий деревянных. С целью замены их на новые балки, на новые перекрытия. Есть определенные сложности с устаревшими перекрытиями в той части, старой части здания. Соответственно, будем это дополнительно обследовать и предлагать технические решения, которые будут соответствовать текущим современным нормам. Уже завершен демонтаж из старого кровельного покрытия. Со дня на день приступят к укладке нового. Над преображением детского сада сейчас работают 20 человек. В последующем их количество увеличат вдвое. Мы этим вопросом занимаемся еще с 2019 года. И, наконец, были выделены деньги. И мы вошли в программу, в государственную программу Московской области образования в Подмосковье, в капитальный ремонт. Материалы в основном закуплены. И здесь в основном нужно просто работать. Проектом капитального ремонта предусмотрено и благоустройство территории. Здесь установят малые архитектурные формы и новые ограждения. Завершить масштабную реконструкцию планируют к концу августа. Детский сад, получивший новую жизнь, вновь встретит своих воспитанников 1 сентября.